МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в селе Шигардан и Батревского района начал работу межрегиональный сельский экономический форум. Форум «Шигарданский диалог» проходит уже в пятый раз. Здесь собрались порядка 400 человек. Приехали в Шигардан и гости из-за рубежа. Со своими докладами на форуме выступили торговый советник посольства Малайзии, предприниматель из Китая, а также чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь. Эксперты обсуждали, как развивать бизнес на селе, каким инвестиционным проектам необходимо дать зеленый свет. Отдельная тема этого форума – создание на территории села Шигарданы агропарка. Подробнее о работе сельского экономического форума «Шигарданский диалог» мы расскажем в нашем завтрашнем выпуске. К другим новостям. Сегодня кабинет министров Чуваши обсудил проект бюджета 2016 года. Глава Республики отметил, что перед правительством стоит ряд приоритетных задач – эффективное управление долговыми инструментами, снижение зависимости региона от негативных процессов и обеспечение устойчивого развития экономики. За последние два года сэкономлено порядка 815 миллионов рублей. Экономию удалось достичь за счет эффективного управления кредитами и общественными финансами. Этой экономии нам удалось достичь за счет привлечения бюджетных кредитов только в этом году на сумму 5,6 миллиарда рублей, что превышает сумму таких полученных кредитов в совокупности за последние 8 лет. Второе. Я неоднократно подчеркивал, что все социальные обязательства кабинета министров Чувашской Республики перед населением должны, безусловно, выполняться. Выполнение социальных обязательств прописано и в проекте бюджета на 2016 год. Запланировано строительство еще 50 ФАПов, школы, спортивных объектов. Такие предложения были высказаны на встречах с жителями республики во время предвыборной кампании. Светлана Янилина рассказала, что проект финансового документа составлен по консервативному принципу. При его разработке ориентировались на показатели социально-экономического развития. На параметры дохода они составляют 32 миллиарда 104 миллиона рублей. В том числе собственные доходы на 2016 год оценивается в объеме 22 миллиарда 993 миллиона рублей. С ростом к оценке поступлений 2015 года на 5 процентов или на 1 миллиард 87 миллионов рублей. Расходы бюджета предлагаются утвердить в объеме 34 миллиарда 327 миллионов рублей. Снижение доходов и расходов к уровню 2015 года также было Михаил Васильевичем пояснено. Что касается дефицита, то он оценивается на уровне 10 процентов от собственных доходов. Сумма его равна 2 миллиарда 223 миллиона рублей. Сумма налоговых поступлений на 2016 год планируется в размере 21 миллиард 442 миллиона рублей. Рост к текущему году на 6 процентов. Для увеличения доходной базы правительство планирует применять меры налогового стимулирования. Расширен список видов патентной деятельности. Ожидается и поступление из федерального бюджета. И при формировании и исполнении бюджета в следующем 2016 году мы должны четко обозначать векторы развития экономики и достигать поставленных задач, используя внутренние резервы и весь тот потенциал, который имеется в каждой отрасли, в каждом трудовом коллективе и у каждого предпринимателя. На заседании правительство также рассмотрели вопросы управления и распоряжения госсобственностью и приватизации госимущества. Был одобрен проект закона о ветеринарии. Кроме того, принято постановление об установлении величины прожиточного минимума за третий квартал 2015 года. По сравнению с данными второго квартала, она снизилась почти на 5 процентов и составила 8191 рубль. По данным министра здравоохранения Аллы Самойловой, это обусловлено уменьшением цен на некоторые продовольственные товары. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня глава ЧУАШИ Михаил Игнатьев подписал ряд указов. Первый – о назначении министром природных ресурсов и экологии Сергея Павлова. До этого он был исполняющим обязанности. Второй – о мерах по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности. О создании комфортных условий жизни селян, обеспечении их работы и развитии сельских территорий речь шла и на встрече главы республики с директором Департамента сельского развития и социальной политики Минсельхоза России Дмитрием Тороповым. Михаил Игнатьев рассказал гостю о том, что уже сделано и над чем еще предстоит работать, чтобы люди хотели жить на селе. В частности, об указе, который подписал накануне. Мы запускаем проект строительства культурных досуговых учреждений, как многофункциональные центры в сельской местности. На первом этапе 10 в проекте бюджета 2016 года уже 3 заложили, где проект на сфер документации готов. Дальше пойдем. 100 фабов построили, еще 50 построим, соответственно. Не говоря уже по программе устойчивого развития сельских территорий, это населенные пункты, это благоустройство, инициативы жителей сельских поселений, прежде всего, водоснабжения, ну и параллельно развивается сельская хозяйство. Отставать нельзя. Я, прежде чем ехать, посмотрел результаты по производству, по обустройству. Меня это радует. В принципе, производство сельхозпродукции идет на... Динамика хорошая идет, скажу, ну, не сравнится, конечно же, с такими соседями, как Татарстан, но, в принципе, на равных идем. Смотрю, с соседями Мариелой, с Мордовией, Нижний Новгород, очень хорошо. Ну, а что касается уже днеобустройства, я скажу, мне всегда было приятно отвечать республику, что много строится жилья. Вы лидеры после вырезания по комплексным и компактным застройкам. Сегодня Дмитрий Торопов также принимает участие в работе пятого межрегионального сельского экономического форума «Шагарданский диалог». Весной этого года Минобразование Чуваши объявило конкурс по формированию молодежного правительства Чувашской республики. Из 48 конкурсантов отобрали 13 молодых людей, полных амбиций, сил и новых идей. Сегодня Михаил Игнатьев и члены кабинета министров встретились с молодежным правительством Чуваши. Команда подобрана действительно дружно и увлеченно. Все ребята активно включились в работу во благо родной республики. И сегодня у нас есть все шансы стать лучшим регионом России в вопросах работы молодежного правительства. Этих парней и девушек отличает активная гражданская позиция. Многие ребята – руководители общественных организаций, призеры не только всероссийских, но и международных конкурсов, участники различных интеллектуальных игр. Молодых министров курируют старшие коллеги. В настоящий момент мы проходим и решаем первоочередную задачу. Проходим стажировку в органах исполнительной власти Чувашской республики с целью получения практического опыта и понятия структуры и характеристики работы каждых министерств. На молодых политиков возлагают большие надежды. Возможно, среди них есть тот, кто со временем сможет занять пост в кабинете министров. Полагаю, что кто-то из вас станет государственным деятелем, кто-то общественным деятелем. И вы проведете всю свою жизнь с пользой для нашей России, с пользой для себя. Молодые политики заряжают своей энергией старшее поколение министров. О соперничестве никто не говорит, но присутствие молодых и горячих заставляет быть в тонусе. Конкуренция – это помощь, это помощь в работе, это помощь в новых мыслях, это помощь в креативных мыслях. И правильно в молодежь надо верить, потому что когда такие активные, молодые, желающие что-то сделать и изменить рядом, так нам только сильнее, и нам легче работать. Работают начинающие политики действительно продуктивно. Устраивают информационные дни, участвуют в акциях по озеленению города, проводят семинары, тренинги. Сейчас идет конкурсный отбор руководителей транспортной и строительной отраслей, а также в резерв молодежного правительства Чувашской республики. Екатерина Куприна, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. Чтобы стать молодежным министром, кандидаты проходили жесткий отбор. Им еще многому придется научиться, но приступать к работе необходимо, уже обладая компетенциями. Как удалось занять столь высокий общественный пост, мы поинтересовались у молодежного министра культуры Ивана Сидорова. Несмотря на молодой возраст, на работе к Ивану обращаются по имени-отчеству. Да и должность этому способствует заместитель директора по культурно-массовой работе ДК «Салют». Причем занимает он ее еще со студенческих лет. Правда, после окончания вуза решил связать свою жизнь с бизнесом. Но первое увлечение оказалось сильнее. В феврале этого года я вновь вернулся в отрасль. После двухлетнего перерыва у меня в голове просто произошел взрыв. Потому что фактически два года, пока я работал в другой сфере, у меня в голове накопилось столько идей, что можно принести из частного сектора, из сектора бизнеса в муниципальную сферу. И когда я узнал о конкурсе на замещение вот этих должностей молодежных, то у меня не было ни минуты сомнений, потому что я понимал, что проекты я так и так буду делать. Но министерство, пост молодого министра, оно в некой степени развязывает руки и дает больше ресурсов. Иван – обладатель нескольких государственных наград. Лучший молодой специалист в области культуры Чувашской республики. Лауреат государственной и молодежной премии. Дипломант приоритетного национального проекта образования. Этим летом выиграл грант Всероссийского конкурса молодежных проектов на форуме «Территория смыслов». Ощущение, что у молодого человека будущее распланировано до мельчайших подробностей. Но куда приведут амбиции – вопрос для Ивана все еще сложный. По поводу стать настоящим министром культуры, конечно, думал. И, наверное, одним из логических продолжений моей карьеры в истории культуры, возможно, можно было простроить такой карьерный путь. Но сейчас я для себя боюсь принимать такое решение. Во-первых, мне нужно пройти вот эту школу, молодежное правительство Чувашской республики, посмотреть, как все это изнутри работает и понять для себя, а готов ли я быть настолько, занимать такой высокий пост. Первым делом, вступив в свою должность, Иван Сидоров занялся созданием Ассоциации младых специалистов отрасли культуры. И уже 12 ноября состоится презентация этого молодежного культурного сообщества. Анастасия Алексеева, Игорь Зверев, Республика. В Чувашии продолжается строительство туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия». Сегодня состоялся пресс-тур по объектам проекта. В туристско-рекреационный кластер «Этническая Чувашия» входят два проекта. Этноэкологический комплекс «Ясна» в Чебоксарском районе и этнокомплекс «Амазония» на территории парка «Пятисотлетие Чебоксар». Цель проектов – развитие в республике этнического и круизного туризма. На сегодняшний день строительство этноэкологического комплекса «Ясна» и этнокомплекса «Амазония» на фазе активного завершения. Если говорить про «Ясну», то там завершены практически все коммуникации, ведутся завершение строительства автодороги и параллельно строится электросвещение. До конца года объекты инженерных коммуникаций будут полностью сданы в эксплуатацию. К летнему сезону в «Ясне» будут построены уже восемь дворов, а всего их в рамках проекта планируется построить 33. В каждом дворе есть баня, гостевой домик. Летом в «Ясну» уже приезжали взрослые и дети из Чувашии и Пекистана. В Чебоксарах, в Амазонии работа также не стоит на месте. Из больших объектов мы с вами планируем до конца года закончить центральный вход в полном объеме с скульптурной аллеей Героев Национальных. На водоеме вы были, ротонда с 1 ноября приступаем к строительству административного офисного здания и фитнес-центра ресторанного комплекса, этнического ресторана «Шевармань». То есть это тоже как бы все по графику. Администрации города выдано разрешение на строительство, думаю, я тоже проблем не вижу. Некоторые объекты Амазонии уже полюбили жителям города. На водоем и лестницу влюбленных на Афанасьево приходят молодожены, гуляют мамы с детьми. Федеральные средства, выделяемые на строительство коммуникации, по словам заместителя министра культуры, освоены на 70%. Три участка дороги на территории парка Амазонии практически достроены. Три дороги на данный момент, которые мы должны закончить до 15 ноября согласно календарного графика утвержденного. Здесь у нас происходит строительство автодороги Соколова-набережная. Сейчас мы закупили Адгезол-6, который позволяет нам укладывать асфальтобетонное покрытие в минусовые погодные условия, то есть до минус 15 градусов. Общая площадь строительства туристических объектов составляет 246 тысяч квадратных метров. Все работы по этнической Чувашии планируется завершить к 2018 году. Екатерина Степанова, Игорь Зверев, Республика. 13 тысяч семей в Чувашии получили единовременные выплаты из средств материнского капитала. Прием заявлений на получение выплат начался с мая 2015 года и продлится до марта 2016. Воспользоваться правом на получение денежных средств могут все семьи, которые не использовали материнский капитал полностью. 20 тысяч рублей могут получить также семьи, у которых второй или последующий ребенок родится или будет усыновлен до 31 декабря 2015 года. В течение двух месяцев после подачи заявления средства будут перечислены на банковскую карту. Бланк заявления на единовременную выплату есть на сайте. Для того, чтобы его заполнить, достаточно иметь свидетельство обязательного страхования, сертификат на материнский капитал и реквизиты банковской карты. Чебоксарские школьники в очередной раз проверили свои физические возможности. Более 400 старшеклассников получили возможность сдать комплекс «Готов к труду и обороне», результаты которого уже в предстоящем учебном году будут учитываться при поступлении в ВУЗы. В 2014-2015 годах нормативы комплекса ГТО сдали более 3,5 тысяч чебоксарцев. Преимущество, конечно, отдается участникам пятой ступени. Это школьники 16-17 лет. Именно они станут первыми, кто официально будет сдавать нормативы ГТО в Чувашии, так как ведущие ВУЗы страны готовы начислять дополнительно от 1 до 4 баллов абитуриентам, у которых есть серебряные или золотые знаки. Сдать нормы в Чувашии будет возможно в каждом муниципалитете республики, пока ведется активная работа по оснащению пунктов тестирования необходимым оборудованием. В рамках подготовки России спортивной державы была укомплектована наша база полностью всем оборудованием для принятия норм ГТО. На прошедшем тестировании ученики чебоксарских школ проверили себя в шести видах дисциплин. Многие из них хотят не только увеличить свой итоговый экзаменационный бал. Чебоксарские школьники действительно любят физкультуру и спорт. Я знаю прыжки, подтягивания, гири будут. Потом дальше будет и стрельба, бег. Да, все очень хорошее дело. Очень рад, что такое мероприятие все равно существует. Сдаем прыжки, подтягивания, всякие различные нормы. Я очень рад этому, потому что каждый может узнать или проверить свои спортивные какие-то способности, проявления. Каждый, я думаю, каждый из присутствующих рад, что он находится здесь. Это была не последняя массовая сдача комплекса «Готов к труду и обороне». Впереди проверка физической подготовки студентов, сотрудников бюджетных организаций и представителей правительства республики. Екатерина Абрамова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Об этих и других новостях спорта смотрите сегодня в 21.30 в программе «Спорт для всех». Сразу после небольшой рекламы смотрите программу «Вебинар ТВ». А в 21 час на нашем канале «Правительственная связь». Гость студии, премьер-министр правительства Чувашии Иван Моторин. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин